Музыка Кого боги хотят покарать, того они делают педагогам. Давным-давно эту фразу написал Луций Анна Синека. Думаю, что и тысячелетия спустя с ней согласятся и педагоги 21 века. Однако без этих людей у общества нет будущего. Думаю, все с этим согласятся. Как живется современным учителям в Тюменской области? Какое будущее ждет их в связи с инициативами министра образования? А еще ОГЭ, ЕГЭ и многое другое в программе «Главная тема». Меня зовут Роман Явныч. Здравствуйте. Сегодня гость студии и директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер. Здравствуйте, Алексей Владимирович. Добрый день. Ну, во-первых, согласитесь ли вы с этой фразой? Насчет того, что кого боги хотят покарать, того они делают педагогам. Ну, фраза такая многообещающая. Многограммная. Несколько смыслов. Но это действительно так. Профессия педагога не во всем благодарна, не во всем легка. Но при этом, что немаловажно, каждый педагог, идя в эту профессию, в том числе знает ее силу, все то, что за ней стоит. Отдача, которая обязательно возвращается при условии, что ты тоже в это дело вкладываешься целиком. Поэтому боги не только карают, но и жалуют тех людей, которые выбирают такой непростой профессиональный путь. Спасибо за вашу точку зрения. Ну, давайте приступим непосредственно к разговору, собственно. Педагогов необходимо освободить от излишней бюрократической нагрузки в виде заполнения многочисленных бумаг и отчетов. У учителя должно быть всего три документа. Рабочая программа, классный журнал и дневник. Ну, так вот тезисно можно сформулировать выступление министра образования на Октябрьском Всероссийском семинаре-совещании Общероссийского профсоюза образования. Есть ли какие-то реальные шаги к сокращению бумажного вала, которым сейчас загружены учителя? Ну, во-первых, трудно не согласиться со словами министра. Это действительно так. И на самом деле учетную деятельность педагога определяют только три документа. Но самое главное, что в нашем регионе мы этой темой озадачились значительно раньше. И буквально даже год назад на ежегодной августовской конференции губернатор области Владимир Владимирович Якушев эти вопросы ставил. Ставил перед нами как задачи, требующие неотложного решения. И мы в качестве пакета мер выносили в том числе полный переход нашей системы образования и на электронную школу Тюменской области. Тоже непростое решение, неразовое. Но мы должны отдавать отчет, что сегодняшняя нагрузка педагога, она в том числе взаимозависима и неоднократно нарастает в случае введения бумажного школьного документа оборота. В случае с электронной школой, если педагог действительно в начале учебного года составил календарно-тематическое планирование, занес его в систему, и в дальнейшем при реализации своей образовательной программы планомерно заполняет электронный журнал, то все остальное уже не требует дублирования, все автоматически формируется вплоть до школьного дневника, доводясь до родителей, до учащихся. И надо признать, что вот за эти два года педагоги нашей системы образования это уже ощутили. Конечно, был скепсис, не все просто давалось, но в сегодняшнем моменте мы вышли на полный штатный режим. Все больше и больше школ, которые полностью позволяют себе осмелиться, отказаться от бумажных журналов и бумажных отчетов. Ну и в целом мы стали смелее в этом отношении. Но в данной теме, в теме нагрузки, вообще есть два аспекта. Есть вот аспект бумажной волокиты внутришкольного характера, на которую действительно постоянно жалуются, сетуют педагоги, с которой мы в Тюменской области занимались системно. Есть еще один аспект, это надзорное бремя, контрольные проверки за деятельностью школ, детских садов. Так как мы работаем с детскими коллективами, то очень много норм всевозможного характера регулируют функционирование детских образовательных учреждений. Ну и сообразно этому, конечно, большое количество контролирующих органов и инстанций страстно хотят нас постоянно контролировать и проверять. Но и в этой связи, по крайней мере в нашем регионе, губернаторам области было дано поручение, по результатам которого проведена нейтрализация всех контрольных функций, всех надзирающих органов нашего региона, как федерального подчинения, так и регионального масштаба. И число проверок в целом по сети образования за эти два года снижено в два с половиной раза. То есть если мы раньше разговаривали о том, что в ту или иную школу в течение месяца могло прийти или обратиться с тем или иным контрольным запросом до семи контролирующих органов в течение месяца, то сегодня ситуация кардинально поменялась. В том числе даже уже при плановом выходе мы в рабочем порядке на уровне штаба при правительстве области согласовываем одномоментный выход трех-четырех структур один раз в год в школу, для того, чтобы, если уж административная команда учреждения должна отвлечься для работы с проверяющими, то чтобы сделали это единоразово, максимально освободив от этого, в том числе и непосредственно педагогов учреждения, потому что они продолжают выполнять свою основную работу. Это тоже уже не могли не почувствовать наши образовательные организации. Мы тоже это постоянно сегодня уже для себя фиксируем и делаем следующий шаг. Для тех же контролирующих органов сегодня мы, предваряя их выход на ту или иную проверку, максимально разворачиваем доступные данные на сайте каждого учреждения, школы, детского сада, либо техникума, что позволяет тоже сократить количество дней пребывания внутри учреждения во время проверки. И дополнительные вопросы, соответственно. Да, снять максимальное число вопросов предварительно и лишь уже в визуальной части отработать те или иные нюансы, которые требуются для завершения проверочного мероприятия. То есть, конечно, сегодня и министр образования России, и педагоги в целом выражают общее настроение, но я с уверенностью могу заявить, что среди педагогического сообщества нашего региона настроение более оптимистичное на этот счет сегодня. А что касается перехода на электронные дневники, электронные документы, не является ли это ведение электронной документации дополнительным временем к бумажной, так скажем? Они не дублируют друг друга? Оно являлось ровно до той поры, пока, и мы это неоднократно проговаривали, в том числе в эфирах, пока каждый коллектив школы не позволил себе признать, что сохранение бумажной отчетности – это был такой собственный страховой вариант. То есть, нам долго не верилось, что нас не подведет потом электронная школа как продукт, а что будет, если вдруг все данные пропадут? Но в этой части нас усилил Департамент информатизации Тюменской области. Сейчас все данные в едином хранилище, на едином оригинальном сервере, поэтому мы наконец-то позволили отключить у себя данный шаблон, данный стереотип. И на самом деле, по-честному, если сегодня кто-то и ведет двойной документы обороты, двойной учет, то это лишь еще не пережитые страхи. И еще раз подтвержу, большинство учреждений, ну это решение педколлективов, это прямо заседание педагогического совета, официальные протоколы, но все чаще принимают решение отказа от бумажного документа оборота. Ну и правильно, 21 век все-таки на дворе, на самом деле. Коль уж мы начали с выступления Ольги Васильевой, там же, на этом же совещании, шла речь и о зарплате учителей. По стране средняя заработная плата, по данным за первое полугодие 2017-го, составила 36 800 рублей. Как на этом фоне выглядит тюменский учитель? Ну, во-первых, тюменский учитель выглядит очень защищенно в этом плане. Но если даже говорить о рублях, то так вышло, что Тюменская область – это такая мини-модель большой Российской Федерации. Средняя зарплата в Российской Федерации складывается из-за уровня экономик очень разных регионов, но в среднем по стране она соответствует нашему региональному порогу. И эти же 36-37 тысяч рублей в среднем сегодня у нас в регионе полностью выполняются. Благо, на это предусмотрены в полном объеме средства в областном бюджете. Но и у нас ситуация неоднородна, в разных муниципалитетах экономика складывается по-разному. Понятно, что, выходя на среднюю, заработная плата в экономике города Тюмени, она отличается от экономик сельских, например, муниципалитетов. Ну, а выполняя указ президента страны, мы сегодня ориентируемся все-таки на планку в экономике той или иной территории. Но у нас есть ресурсы, еще раз повторюсь, все заложено в бюджет. И даже уже плановый рост 2018 года, сейчас прошли согласительные комиссии по бюджету социальной сферы, готов всех заверить, что в необходимом объеме средства предусмотрено. А вы знаете, существует такой стереотип, что, мол, учителю, чтобы заработать вот эти 37-40 тысяч рублей, он должен взвалить на себя непомерное количество часов, несколько ставок и так далее. Насколько это все соответствует действительности? Ну, это тоже преувеличенный шаблон. Средняя зарплата, это в том числе равно средняя нагрузка. И средняя нагрузка сегодня в нашем регионе, это действительно 26 часов недельной аудиторной занятости педагога. Это действительно далеко не 18 часов тех наших, ну, старорежимных представлений о ставке педагической нагрузки. Но это и не тотальное задваивание. 26 часов – это хорошая загрузка педагога в учебной программе. Это ведение на параллели двух-трех классов, согласно тому предмету, который он выдает. А поэтому, ну, знаете, не ситуативное прожитие в предмете и со случайно попавшим классом, а все-таки полноценная реализация программы. В том числе классное руководство. Ну и все. У нас сегодня заработная плата педагога зависит от числа учащихся в классе, от количества классов, с которыми работает педагог, и числа часов, которые он выдает по своей программе. Поэтому… Ну, по сути, сдельная получается такая. Ну, абсолютно, да. И это уже на территории всей страны более 13 лет. Но поэтому, конечно, есть примеры, когда педагог, получая 60 тысяч, ну, или претендуя, или там выстраивать для себя такой режим занятости и нагрузки, действительно, тем самым заходит на, ну, почти сдвоенную нагрузку поставки. Но это абсолютно единичный случай. И, по сути, это выбор… Уникальное мастерство отдельных людей. Алексей Владимирович, главным показателем качества образования в нашей стране уже много лет является единый государственный экзамен. Кстати говоря, об этом, наверное, каждый год говорят, что вот, пора отменить. Когда пришла Ольга Васильева на пост министра, пошли тоже разговоры вернуться к советскому адресу образования, чего там в ваших кабинетах слышно? Есть подвижки на то, чтобы отменить? Ну, у нас слышно, что, по крайней мере, на предстоящий учебный год единый государственный экзамен останется. Остальных заявлений делать не буду. Это действительно прерогатива федеральной политики в сфере образования. Мы на этот счет очень исполнительная система, регион. И все, что будет предусмотрено законом образования, мы будем выполнять без, знаете, без иллюзий и каких-то лукавых надежд. В нынешнем учебном году ребята будут сдавать итоговую аттестацию в формате единого государственного экзамена. К нему мы готовимся и готовимся, ну, даже с текущими нынешними одиннадцатоклассниками, не только с нынешнего первого сентября, а стараемся это делать в системе. Поэтому здесь, ну, самое главное, не отклоняться от выстроенного пути. Тем более, что ни они первые, ни они последние. Итоговая аттестация на самом деле, в какой бы форме она ни проводилась, это обязательный элемент любого обучения, любой образовательной программы. Каждый обучающийся должен предъявить, продемонстрировать уровень знаний. И продолжается измерять там число набранных баллов, а особенно, как в случае с зарплатами, средние баллы по тем или иным предметам между регионами. Ну, во-первых, это тоже малоблагодарное дело, потому что сути это никогда не покажет. А единый государственный экзамен это всегда индивидуальный результат работы, ну, во-первых, самого выпускника и его личного отношения к учебе, к поведению там, да, в учебном процессе. Ну и, во-вторых, целого коллектива педагогов. И тоже необходимо признавать, далеко не всегда педагогов того образовательного учреждения, которое выводит этого выпускника. Сегодня большая мотивация родителей максимально и всесторонне развивать детей в разных абсолютно предметных областях. И наши ребята сегодня во второй половине дня тоже проводят очень много времени в различных кружках, в секциях, в консультациях. Поэтому, как правило, результат такой совокупный. Но в любом случае персонализированный. Если все-таки мерить средними баллами, то наш регион стабильно, на надежном уровне сдает единый государственный экзамен в среднем по стране даже выше среднероссийских показателей. По обязательным предметам это точно, и русский язык, и математика. Мы уверенно даем знания в этих предметных областях. Что касается предметов по выбору, то год от года, во-первых, состав выбирающих выпускников меняется. Кто-то с большей охотой выбирал, кто-то просто как участь, потому что другого варианта, кроме выбора общества знания, вроде как для себя не видит и решил попробовать. Но в целом, если ребенок готовится, и причем если готовится не в последний год, а в системе, то в нашем регионе, в наших школах единый государственный экзамен, это лишь очередная ступень, которую просто необходимо пройти. Но в любом случае же, хоть вы и говорите, что неблагодарное это дело сравнивает регионы, все равно же существует некое соревнование негласное, гласное, я не знаю, как это у вас есть. И какие-то меры предпринимаются для повышения результатов или как вот, ну прошел год и дальше пошли? Нет, меры обязательно принимаются. Ежегодно проводится разбор, как бы ни было, мы тоже отдаем отчет, что выпуская тот или иной выпуск в целом, наши учителя на старших параллелях, ну уже по результатам всех сданных экзаменов, нам суммарно могут продемонстрировать, что, например, ребята в общей своей массе не справились с тем или иным типом заданий, например, по математике в очередном КИМе. Но это вызов для нас, это сигнал, что значит мы должны эту тему подтянуть и подтянуть не столько среди детей, сколько в первую очередь среди выдающих ее учителей. А бывают такие вот реально системные пробелы, что там ну какая-то там какая-то тема провисает по области? Бывает. Серьезно? Бывает, но это чаще не с конкретной темой связано, а с группой навыков по тому или иному предмету. То есть, ну, например, если в последнее время такой предмет, как информатика, начал требовать, ну, знаете, вот так попытаюсь выразить, навыков аналитического характера, то есть получая набор больших там данных всеформатных в том или ином задании, ребенок должен сделать выводы, либо должен описать диаграмму и вот применить не путем просто считывания информации, а проанализировав ее в голове, выбрать вариант ответа и прописать его в своем задании, то мы, например, три года назад поняли, что мы это системно не додавали. Но поэтому и над такими пробелами работаем, меняем не только методы преподавания в том или ином предмете, но и совершенствуем содержание год от года. Самое главное, что та же структура контрольных материалов по ЕГЭ кардинально не меняется ежегодно. И это тоже уже надо признать и лишний раз проговаривать с родителями, чтобы снимать вот эту какую-то излишнюю там настороженность, что ли, страхи, переживания. Более того, вот, ну, что касается выпускников текущего года, демонстрационные версии, даже уже экзамены 2018 года, по всем предметам, сегодня размещены в сети. Конечно, не исчерпывающего состава, но все типы заданий по каждому предмету сегодня уже есть возможность решать. Это сегодня доступно педагогам, это сегодня доступно ребятам, это сегодня доступно тем репетиторам, к которым наши ребята ходят. Самое главное, ну, не утаивать это и, что немаловажно, не откладывать на потом. Потому что, так или иначе, любая структура КИМа по любому предмету, ну, это такая определенная, структурированная, что ли, да, сжатая образовательная программа. Поэтому по каждому типу пройденных тем будет обязательно спрос. И самое главное, что это сегодня не стало, ну, носить эффект неожиданности. Ко всему этому можно планомерно готовиться, прорешивать, снимать вот свои какие-то страхи и предрассудки, а на экзамен приходить уже с искренним желанием лишь просто выдать на гора то, чему ты учился 11 лет. А вот если последить динамику за, ну, пусть даже 5 лет, ЕГЭ становится сложнее, проще, глубже, как вот можно охарактеризовать это? Сложнее не становится, потому что то, чего не проходят дети по программе, с них точно никто не начал спрашивать, если уж говорить о сложности. А глубже, да, просто меняется формат самих заданий. Если раньше, действительно, там много кто грешил на такой формат угадайки, но как бы ни было, вопросы носили тестовый характер и где-то можно было в том числе, ну, отдаться воле судьбы и угадать, то сегодня все вопросы требуют развернутого ответа. Все тестовые форматы исключены, поэтому все равно выпускник должен мало того, что приступить к выполнению, но, что немаловажно, вообще понять суть задаваемого, ну, сформулированного задания. Как ни крути, владеть информацией нужно. И это тоже, и в этом тоже иногда у нас пробел, что тоже стараемся преодолевать в системной работе сегодня, в том числе проводя всевозможные пробные процедуры, благо сегодня и на уровне Российской Федерации возвращены все российские проверочные работы. Это вот как раз то доброе советское прошлое, которое позволяло в том числе системе образования коррелироваться и выравниваться даже вот между регионами. И я просто призываю всех к этому относиться с пониманием. Это не желание чиновников системы образования всех вывести на чистую воду, это просто начиная с того же второго класса, а всероссийские проверочные работы по русскому и математике у нас начинаются теперь со второго класса, желание чувствовать ритм освоения программы, вовремя понимать, какие темы у ребенка ушли на второй план, и поэтому есть возможность их вытянуть как вместе с учителем, так и с родителями, и откладывать те темы, которые, ну, закрепились и неоднократно на подобного рода проверочных работах уже ребенком подтверждены. Это такой, ну, своеобразная диагностика, которая позволяет родителю не рассчитывать на то, что получая ежегодно лишь пятерочки и четверочки, потом, к сожалению, ЕГЭ всех разочаровал. Вы уже обмолвились о том, что учащиеся, ну, и родители прибегают к услугам репетиторов. Разве это нормально, когда человек, сейчас ученики проводят в школе там по семь, по восемь часов, и еще они вынуждены прибегать к услугам репетиторов. Это, может быть, говорит о каких-то пробелах вот именно в работе педагогов все-таки, штатных? Ну, это, конечно, в таком системном, что ли, да, массовом явлении точно ненормально. И необходимо отметить, что в плане подготовки и наверстывания самой по себе общепродательной программы, каждая общепродательная школа тоже дает консультации. И эти консультации реализуются лучшими выпускающими учителями. Но очень часто скепсис и повышенные переживания родителей, их толкают на дополнительный поиск. Конечно, есть категория детей, претендующих на, ну, допустим, там, уникальные дальнейшие траектории, на поступление в лучшую вузу страны. Ну, это единицы, по большому счету, да. Все остальное я бы в том числе относил, ну, к категории такого накручивания самих себя. Конечно, и мой сейчас озвученный тезис там не успокоит, далеко не успокоит часть родителей. Но вот эта настороженность сегодня, в том числе и на рынке, на частном рынке репетиторских услуг, создавая ажиотаж, позволяет появляться, ну, услугам далеко не лучшего качества. А мы, как родители, тоже не всегда имеем возможность срезать, проверить, отдать отчет, что, ну, это надежно. И такие случаи тоже сплошь и рядом, в том числе на апелляционных комиссиях того же единого государственного экзамена, когда репетитор, ну, которому семья благочинно несколько лет отдавала своего ребенка. И деньги свои. Ну, и, соответственно, и деньги. Обещав, что он точно гарантированно выведет ребенка на, там, более приемлемый результат для конкретной семьи. Потом приходят на апелляционные комиссии и за ребенка стараются доказать, что этот ребенок знал предмет. То есть поход или уход к репетиторам – это далеко не гарантия того, что знание по предмету появится и у ребенка. А вот самодисциплина, в том числе умение организоваться в учебном процессе. Если эти качества есть, то программа постижима и в пределах общевызывательной школы. Я согласен. Но ведь при этом еще очень важно, отдельная страховая стоит момент доверия к учителю, который тебя обучает. Ну, это немаловажно. Но я не готов сегодня говорить, что наши учителя, ну, вызывают недоверие у родителей. Это все равно такая дополнительная перестраховка, чтобы было лучше. Ну, а в этих поисках иногда мы все уходим слишком далеко. Ну, так, но, наверное, все-таки, чтобы, как сказать, дополнительную подстраховку иметь, есть смысл побольше, может быть, в году проводить вот этих вот срезов, ну, подготовки к ОГЭ, к ЕГЭ. Сколько, кстати, их проходит официально? Ну, на выпускающих 9-11 классах два раза в год. Два раза. За счет централизованного именно бюджета области это предоставляется в обязательном порядке. Все остальное, это действительно тоже, в том числе, по дополнительным запросам родителей, причем как у разных предметников, так и у разных школ в целом. А удается вообще, вот, скажем, провели проверку осенью, да, и там выявили какое-то там конкретное там большое количество белых пятен, удается ли выправить ситуацию к весне? Ну, насколько это вообще... Те проверки и процедуры, которые мы проводим осенью уже текущего выпускного года, как правило, проводятся уже не с целью устранения пробелов. А там другие цели? Ну, потому что это тоже психология, уже немного что вернешь в голову или там восстановишь и поставишь на свои места, особенно если это не стояло, в принципе, в голове. Поэтому вот осенние процедуры, они уже в большей степени связаны с привыканием к процессу. Сама по себе процедура тоже, ну, нещадящая, да. Ребенок попадает в другое учреждение, в сборный, такой лотерейный коллектив, садится за пустую парту, и это тоже стресс. Для того, чтобы все эти состояния минимизировать и исключить, мы в том числе проводим вот эти репетиционные процедуры. Причем проводим их, ну, в условиях, такой термин позволю, реального тест-драйва, то есть ребята садятся в реальных полноценных условиях за выполнение работы, полностью все ведется под протоколы с видеозаписью, что позволяет им потом, приходя уже на фактический экзамен, ну... Более спокойно воспринимать. Это воспринимать более спокойно, да. Как-то говорится, условия максимально приближены к боевым, да? Да. Получается. Мне все равно это такой конструктивный в том числе стресс, и когда ребенок осознает, проживая эту процедуру, что вот именно сейчас, ну, модельно с него спросили все, чтобы он знал на данный момент, он все равно возвращается к материалу и к тому, что он предъявил, и, ну, опять же, при достаточной требовательности к себе старается это впоследствии отработать. Это тоже надо показывать с тем, чтобы не питать каких-то лишних неподкрепленных иллюзий. Алексей Владимирович, спасибо вам большое, приходите к нам еще. С удовольствием, спасибо вам. Это была главная тема, до свидания, увидимся.